Ну что ж, мы продолжаем разговор о черкесах русской национальности, но если в первой части мы говорили о внешних видимых элементах этой кавказской культуры, которую усвоили линейные казаки, ну давайте немножко теперь и вглубь пойдем. О внутренних чертах, теперь о них. Ну что такое любой народ? Как это? Язык народа, культура, то есть разговорная речь, это как часто вот очень тесно взаимосвязано, как вообще часто в современном обществе определяется национально-этническое преимущество человека. Ну по тому языку, по тому, на каком языке он говорит, и собственно кем он себя воспринимает. Разговорная речь. Да, разговорная речь, разговорный язык линейных казаков. Мы уже упоминали, что казаки знали местные наречия по разным причинам. С одной стороны это нужно было для каких-нибудь этих разведчиков, которые там глубоко в горы уходили. С другой стороны, а откуда на рынке, если ты там закупал эту черкеску, там ремни эти кожаные, еще что-то. Но общаться же как-то надо тоже было с Горциной. Поэтому естественно, что надо было учить местное наречие. Почему? Да потому что даже в начале 20 века, там в 1910-1920 годы, многие черкесы, особенно в дальних аулах, они совершенно не знали русского языка. То есть вывод. Хочешь общаться, не жди, когда черкес выучит русский, потому что он его не выучит часто. Это учи сам или черкесский, или татарский, нагайский язык, потому что он часто выступал на Кавказе языком такого межнационального общения. Потому что в лучшем случае черкесы, и то не все, могли освоить так называемый ломанный русский, на котором тоже, как говорится, еще как-то вот, ну, надо было еще понимать его. Вот пример. Так называемый русский язык, в кавычках, от черкесов. Фрагмент из рассказа Чапш, написанного в 1929 году, но мы уже его упоминали. Значит, момент такой, что поломал ногу один из черкесов. Причем как поломал? Они рубили деревья, и там неожиданно оно соскочило, то есть там недопиленное, и упало, и раздробило ему ногу. Значит, местный лекарь собрал по косточкам ему, значит, там сложили, вот этот влубок взяли, и вот теперь, собственно, этот раненый лежит, вокруг него все шумят, танцуют, отвлекают его от этих болезней. И вот на эту вечеринку, на этот Чапш, попал, ну, один адык, как бы, ну, если Ибрагим Цей, значит, он у нас кто, наверное, по крови был? Примерно, да? Ну, Шапшук или Абадзер. И вот, значит, он, может, Абадзер, да, попал в аул, значит, со своим русским товарищем, они там учились где-то в городе, и вот, значит, русский товарищ впечатлительный это видит, этот весь между собой человек вокруг раненого, и он спрашивает, что это с ним? Ну, воскликнул мой впечатлительный русский товарищ, обращаясь к одному из местных адыгов. И он ему вот на этом русском языке отвечает, сейчас попробую. Ну, я ж не могу один в один. Немножко нуга, и о поломай. Ответил он, улыбаясь, ну, старший брат больного. Ну, немножко нуга, и о поломай. Немного ногу он поломал. Скоро, и о, столай будешь. Ну, скоро он встанет, поднимется, да? Спасибо, твой пришел, добавил он, и похлопал по плечу свое. Его, ну, удивленного, там, русского товарища. Ну, спасибо, что пришел, посетил, как бы, это же важно, чтобы как можно больше людей участвовало, да? А когда этот русский гость говорит, а может в больницу, а может там, не дай бог что, там все-таки, ну, всякие моменты же бывают. Ему ответили, ничего, ничего, товарищ. Ничего, ничего, товарищ. И он будет живи. Он будет жив. Не сдох ему. Не сдохнет он. Ну, га поправу будешь. Ну, га поправится. И его город нельзя. Ну, га ризит им русско-доктор. Его в город везти нельзя, ему там ее ампутируют еще, не дай бог. Ну, мы, что еще знаем, со времен, там, 19 века, кавказская медицина, что... Вот, кстати, да, вот интересный момент, что, ну, как всегда, любому городу и народу есть чем-то гордиться, ну, в чем-то, может, и не очень. Вот, действительно, черкесская медицина, вот многие тогда еще в годы кавказской отмечали, вот, огнестрельные, рваные, какие-то боевые раны, то есть горские лекаря лечили гораздо лучше, чем, ну, русские лекари. Да, чуть что сразу резать. А эти там коровьим маслом обернут, там в эту баранью шкуру затянут, там что-то, там еще что-то, да, там в источнике. То есть, слава богу, от гангрены уходили даже, от резьбы. Но, с другой стороны, вспоминается Тарнау, который говорит, я когда в плену у них сидел два года, я лекарем как стал? Я обратил внимание, что они совершенно не знают лечения простудных болезней желудочных. Я их научил отвару из ромашки, чай там из этих малиновых листьев, так зауважали, доктором стал. Ну, то есть, вот здесь явный плюс, что вот эта хирургия местная, то есть, это дробленая, как бы, кость, срастили, все, но этот русский гость думал, а вдруг что там, заражение крови-то. Ну, и мы сказали, ничего, ничего, все будет нормально, он встанет, не переживай, а в город не поедем, а иначе еще ампутацию мы сделаем. Ну, то есть, вывод. Если так, в 1929 году говорили черкесы, ну, видимо, линейным казакам в 19-м году было проще учить местный язык. Да, да. Кстати, вот еще такой момент, значит, знаменитый этнограф Лавров, одна из его книг «Этнография Кавказа». В 1920-е годы он описал сценку «Паромная переправа в Адыгею в станице Пашковской». Да, вот он, сценка на Пашковской переправе, он пишет. То есть, как один из вариантов, что, ну, когда языки вот такие трудные, и со стороны адыгов тоже сложность, вырабатывался какой-то русско-черкесский разговорный сленг, ну, из разных слов. Короче, сценка. Люди, толпившиеся у парома, говорили на русском, украинском и адыгейском языках. Перемешку. А также на особом жаргоне, состоявшем из русских, татарских и еще каких-то неизвестных слов. И еще раз на тему татарского. До прихода русского языка на Кавказ, на всем Кавказе, межнациональным языком общения был татарский. Ну, тюркский. То бишь, язык карачаевцев, балкарцев, кумыков, нагайцев, тюрок-кавказских, он, как бы, и другие тоже знали. Крымчаков. Да, да, да. Жаргон употреблялся обычно при общении казаков с адыгейцами. Ну, понятно. Вот. Вот некоторые примеры этого теперь уже забытого языка. Забытого почему? Ну, потому что со временем все-таки советская школа, образование привело к тому, что адыги, ну, стали прекрасно говорить на русском языке. И, кстати, всегда вот в свое время, когда там преподавал, студент говорил, ребят, вот вы лучше своих этих однокурсников адыгов уважаете. Они, в отличие от вас, знают совершенство иностранный язык. Они, как это? Говорю, ну, для них русский язык это иностранный. Вот вы, ты так по-английски можешь, как он? Ну, нет. Говорю, а он может. А, ну, да. Ну, ладно. Короче, вот некоторые примеры этого теперь уже забытого языка. Моя пошла на хатку. Вместо я пошел домой. То есть дом, хатка. Марушка, жена. Ну, это женщина. Баранчук, ребенок, мальчик. Чушка, свинья. Кунак, ну, знакомый, значит. Коробчить, украсть. Кушать, есть. Свайба, праздник. Ну, то есть тюркские слова присутствуют по-любому. Вот. И, кстати, вот как Лавров пишет. Помню, как в постановлении комсомольской ячейки аула Лакшукай в 1924 году было написано. 1 мая устроить в ауле свайбу. Ну, то есть русское слово свадьба. Свайба. У них трансформировалось в праздник как таковой. Вообще, да. Вот так. Кушать до сих пор, кстати. Ну, естественно, да. Ну, это же все-таки получается, опять мы забежали в 20 век. Да. То есть начали с того, что, ну, вот если так, даже в 20 веке адыги трудно с русским языком вначале разбирались, то а что же было в 19? Лев Толстой. Фрагмент из повести «Казаки». Казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски. Ну, опять это тюркская мода, да. Плюс вот яркий пример, да. Ну, как французский в России. Да, дальше, или это опять же фраза, ну, диалог из этой же повести «Казаки» Толстого. Общаются две казачки. «Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твои милости кланяться придем», говорит Лукашкина мать. «Илье Васильевичу, мужу твоему кланяться придем». «Что Иляс», гордо говорит Харунжиха, его жена, «со мной говорить надо». То есть, даже в повседневном быту, даже между собой, она, ну, как бы, в простой речи, не перед кем-то, не в речи с горцем или горянкой, она мужа своего назвала как? Не Илья, а Иляс. То есть, по-горски, по-кавказски. То есть, тем самым, как бы, это яркий пример, до какой степени эта привычка вошла к ним в кровь, в мозг. Да, действительно, была мода на татарский язык. Для чего это надо было, мы упоминали. Ну, хотя бы миновая торговля. Вот сценка на миновом дворе кубанской линии, вот из тех самых воспоминаний Василия Потта «Несколько дней на Кубани». «Эй, знаком, кричит казак, что из мочи перевешиваясь через решетку». Горец приближается. Ну, то есть, на миновом дворе часто товары лежали вот на лавках, были решетки, а торговцы стояли вот так вот перекрикивались. Почему? Ну, одна из причин – зараза. Да, часто же карантинные были условия, поэтому, ну, как бы, чтобы карантинное очищение товаров было, чтобы не прикасались. Ну, плюс иногда, конечно, на этих миновых дворах устраивались такие вот, как бы, мероприятия с руками-ногами, вот такой месивым из людей. Соответственно, эти решетки, там еще и солдаты ходили, ну, для общественного спокойствия. Вот, и вот через эти решетки они перекрикиваются, а товар вот тут лежит между ними. «Эй, знаком, кричит казак, Горец приближается. Чекмень-сату, то есть, что это значит? Чекмень, ну, мы говорили, что так часто черкесскую цей называли, а сату – это по-татарски, ну, торговля, то есть, торговать сату, важно, отвечает Горец. То есть, черкес говорит по-татарски с казаком. Что сату? Ну, что стоит? То есть, опять же, русско-татарский язык. Два сом, три сом, или там монет, два монет, три монет, ну, то есть, два или три рубля. Ну, начинается, конечно, торг, вот, казак из-за всей сил убеждает, что, ну, три рубля много, вот, да и там еще, как бы, и два, наверное, тоже не очень, как бы, цена поменьше можно. Ну, Горец неподатлив, умеет настоять на своем, ну, то есть, не получается его переубедить. И заканчивается этот разговор фразой черкеса «Завтра придешь, сегодня нет сату». Ну, то есть, опять же, вот, русские и татарские слова перемешиваются. Вот, ну, а то, что вот разведчики уходили за Кубань, вот, опять же, Аполлон Шпаковский в записке старого казака. С Лобинской линии пластуны отправлялись в горы больше пешие, чем конные, и редко вместе более пяти-шести человек. Случалось и не раз, что пластун пропадал по месяцу и более. Исключался без вести пропавшим, и вдруг являлся целый невредим с добычей. На вопрос, где пропадал, всегда один ответ – да у татарвы. Кстати, что интересно, действительно, вот адыгов, там, черкесов, часто вот на этой русской стороне казачьи называли татарами. Да, да. То есть, вот это вот, ну, вот этот мощнейший, наверное, вот этот идеологический какой-то заряд еще со времен той Руси, да, что вот, все азиатское, все татарское, да. Ну, да, да. Вот. То есть, ну, присутствовал, да. То есть, вот, как бы, наряду вот с понятием черкесы, там, горцы, закубанцы, закубанские народы, часто вот татарами называли и не только, то есть, кавказских тюрок. Вот. Ну, у татарвы, короче, был. А что делал, это уже его тайна. С кем он там насмерть тягался. Естественно, что для таких поисков они были должны отлично говорить на местном горском наречии. Причем, даже, как мы выяснили, как минимум на двух. И этот нагайский татарский язык, и черкесский наречия, хотя здесь, конечно, что значит черкесская наречия? А если абазины? Абазинский язык? Или, в конце концов, все прекрасно знают, что вот если сейчас встречаются кабардинец и шапсук, у них что, один и тот же язык? У них начинаются проблемы. Они как-то вот все-таки недопонимают. Я всегда это связываю вот как русский-украинский язык. Половину понимаю, половину как-то и доскажу, но это будет уже по мотивам каким-то, да. Ну, самый яркий пример для меня лично в свое время, это когда я вот разбирался, там, вот, волк. Вот есть тугуш или тугус, ну, это по-западно-черкесски, да. А по-кабардински дугуш или дегуш, дегуш даже, там, дегужив, догужив. Но я не черкес, мне можно, у меня горло не устроено. Я могу говорить с акцентом русским. Ну, а вот тугуш, дугуш, все. То есть, это вот как там, в русском и украинском языке тоже есть такие нюансы. Так что, какие-то горские наречия, причем, ключевое слово наречия, то есть, одним языком не обойдешься. Приходилось знать. Что близко к тому месту. Приходилось знать. Да, черкесы не знали русского, поэтому большинство линейцев могло говорить по-кумыкски, ну, по-нагайски, если про кубань говорить. Ну, и по-черкесски, соответственно, тоже. Ладно, это что касается вот внутреннего погружения в культуру. Мы поговорили о языке. Ну, тогда, наверное, обо всем мы не расскажем, но вот есть такая штука, очень интересно, называется культ оружия. На Кавказе культ оружия – это все. Сразу вспоминается вот эта вот Казбича песня из «Героя нашего времени», когда золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Да. Ну, и оружие, естественно, взлет за конем. И вот путешественник немец Карл Кох писал, ну, по Кавказу путешествовал, «Больше всего линейные казаки любят оружие и с юных лет учатся им пользоваться. Они уверенно стреляют в цель и на полном скаку попадают в грудь чучела. Как черкес выпускает оружие из рук только во время сна, так и линейный казак ест, пьет, даже работает в хозяйстве и поле с оружием». То есть это пишет немец. Человек вообще посторонний, приехавший, неподготовленный. Но он сразу же быстро понимает суть ситуации. И вот рассказывая о линейных казаках, он постоянно, как черкесы, как черкесы, как у черкесов. Другой автор российский, тоже, значит, немецкого произведения по имени Константин Бенкендорф пишет, «Стрельба из ружей – это музыка, при которой казак впервые увидел день, под звуки которой он резвился ребенком, под ту же музыку он ухаживал, этой же музыкой, стрельбой, приветствовали его друзья в день его свадьбы, она сопровождала его в бою, и она же, наконец, старила надгробной по нем песней». Ну, то есть постоянно вот эта классическая кавказская пальба, стрельба от радости, от веселья, воздух в ноги. Ну, мы уже упоминали, да, как там Елисеев со своим другом Осетином разрекили свои наганы, один в потолок, другой в пол. Для казака выстрел из винтовки – это то же самое, что кахетинское вино для ленивого жителя благословенной Грузии. Вот оно что. Какой бы ни представился случай, и каково бы ни было расположение духа, один стреляет казаку, а другой предается бахусу, ну, пьет вино. То есть, ну, опять же, здесь можно убрать казак, написать черкес. То же самое. Да. Вот Василий Потта об этом же культе оружия пишет, и опять же возвращаемся к тому произведению «Несколько дней на Кубани». То есть это кубанская линия, это линейные казаки. «Казацкая пирушка никогда не обходится без воинственных песен, без стрельбы из ружей и пистолетов». Что-то мне это напоминает. Настоящий казак без кинжала и пистолета не сделает и шагу, и по первому предложению несколько выстрелов разом загремят в хате, где собрались на пирушку. Сам хозяин следует общему увлечению. Он схватывает со стены ружье, и крики «Будь здоров!» смешиваются в один общий гул с выстрелами. «Казаки пьют и стреляют. Комната наполняется дымом и пороховым запахом. Стекла звенят и дрожат от непрерывного грохота пистолетных выстрелов». Да, интересно, классическая громкая пирушка. Конечно, нехорошо, если эти стекла и совсем бы вылетают. Но что же делать? Для казака не существует гуляния без выстрела, точно так, как у нас, у русских, но в России пляска без песни и музыки. Ну то есть вот он, кавказский менталитет у казаков. Женщины, кстати, давно привыкли к подобным проделкам своих мужей и спокойно занимаются в уголку своим делом, да еще и подчуют подгулявших своих сожителей. И что важно, даже мальчики трех-четырех лет увлечены общим весельем и не хотят отстать от взрослых. Трутся между ними или печут. «Дяденька, дай, дай, дай мне, дай, пускай я выстрелю». Старый казак с нисходительной улыбкой дает мальчику заряженный пистолет. Пистолет и ружье заменяют ему детские игрушки. Как же не сделаться ему со временным, истинным, лихим, кавказским наездником? Этому самому линейному казаку. Ну вот все, вот в этих словах все. Кавказский лихой наездник. Если он с детства, вот это пиу-пиу, для него это любимое занятие. Джигит. Напоминаю, кстати, что джигит это по-татарски. Молодец удалец. Это кунак, аталык, джигит, шашлык, сакля. Это все как бы татарские слова. Потому что сакля это по-татарски, а по-черкесски уна. Да, то есть, это тоже татарский след культуре. Или вот та же самая джигитовка кавказская. Да, Василий Потта пишет. Начинается джигитовка. Чудесная кавказская джигитовка. Вот во весь дух несется казак. Он стоит на седле и машет папахой. Другой бросил поводья, и, свесившись с седла, загребают рукой землю, песок. А если щедрые господа бросают деньги, и пятачок этот поднимет. Третий на всем скаку соскакивает с лошади, и не останавливаясь, опять спрыгивает седло. Ну, это перелеты вот эти знаменитые. А тот на полном карьере спешился, положил на землю коня и стреляет из-за него, как из-за бруствера. И все это делается с гиком, с бесконечной стрельбой из ружей пистолетов. Вот, кстати, на тему гиков. Вот эти боевые кличи, вот эти выкрики, которые там леденили душу, так вот всех это много раз писали. Вот я, к сожалению, так никогда толком до себя не смог разобраться и услышать по-настоящему этот старинный гик. Да. Вот это вот проблема, которую я лично до себя еще не решил. Вот интересно бы, что ж там за... Вот что ж было в этом всем такое. Ладно, при этом составляются пари. Стреляют в бумагу. Ну, это даже много рисунков, и мы, наверное, их покажем. Они сейчас появятся. Когда вот кладут листья бумаги, вскачет садник из пистолета, стреляет и поражает, да. Вот. Или ставят на землю яйцо или небольшую рюмку. И джигит должен на скаку разбить ее из пистолета. Ну, это вообще фантастика какая-то, да? Но, тем не менее, джигит должен. Соответственно, ледяный казак тоже должен. С одного русского купца, забравшегося посмотреть на такую диковинку, скакавший мимо казак сорвал шапку, кинул ее вверх, и в одну минуту другие казаки ее в воздухе, пока она вот это еще летела, осыпали ее оружейными выстрелами, шапку порвало, ну, дребешки порвало на кусочки. Вот. И что интересно, не всегда, однако, дело обходится без неприятных или смертельных случаев. Но это не побуждает казаков оставить джигитовку. Так, например, однажды казак выстрелил около хоровода и пыжом ранил одну девушку. Рано было так значительно, что ей едва ногу не отрезали. Ну, тут этот вот офицер, ну, сам Василий Потта, участник, спрашивает, а что ж вы не бросаете джигитовки после таких случаев? Зачем бросать? Отвечал казак. Никогда не бросим. Пока живы, все джигитовать будем. Этого никто не запретит. А вот что насчет этого, ну, вот что вы говорили мне, да, ну, так это ж, видно, судьба у них была такая. Да. И тут сразу аналогия из кавказской культуры. Федор Тарнау, воспоминание кавказского офицера. Он был в Абхазии и там попал, ну, утонул один из знакомых. И вот похороны закончились тризной и скачками. И вот что он пишет. Я ничего не видал в Абхазии более увлекательного этой скачки. Редкая скачка подобного рода обходится без несчастья. Мальчики очень часто падают с лошадей, убиваются. И за одними поминками следуют другие, кончаясь теми же самыми головоломными скачками следом. Но этот раз, к великой радости участников скачки, все скакавшие дети остались в целости. Ну, вот яркий пример. Там гробятся и тут гробятся. Но при этом говорят, нет, это наше все, это наш дух воинский, мы от этого не откажемся. Ну, а после кавказской джигитовки, если перечислять все эти внутренние культурные обычаи, дух вот этот кавказский, который присутствовал в линейках казаков, можно, конечно, вспомнить о куначестве. Причем о каком куначестве? Русско-черкесском, в первую очередь. Вот, в частности, знаменитый летчик, казак Станицы Келермесской, Вячеслав Матвеев Ткачев, оставил в своей жизни воспоминания. Там есть фрагмент о том, как он ездил со своим отцом к его кунаку в аул Хачимзи в 1893 году. И вот краткое описание. Вот они с отцом едут в аул. Конечно, мы были одеты в Черкесске. Ехали туда верхом. Впрочем, папа всегда носил ее. И другой одежды, кроме черкески, не признавал. А дома ходил в бешмете. То есть, вот такая вот элемент культуры. По улицам аула нам встречались отдельные всадники, одетые в черкески с газырями, кинжалами, в охматых низких шапках, картинно горцующие, сидевшие бочком на кавказских седлах с мяскими подушками. Ну, это знаменитая кавказская посадка, которую знали и понимали только те люди, кто был в теме. В правой руке каждого из них висела искусно сплетенная плеть, украшенная серебряной с подчернью ручкой. Я даю это не дальше. А вот и коротающий свой досуг, сидящий под плетнями на корточках, как умеют сидеть только черкесы, написано, и старательно выстругивающие под кинжальными ножами палочки, ну, это известный досуг горский. Изредка встречались на улицах во дворах марушки, то есть женщины, прикрытые слегка чадрами, и стройные миловидные девушки с открытыми лицами. Это, кстати, на тему вот этого, то, что культура адыгов никогда исламской до конца не стала. Вот, наконец мы приехали. Гостеприимный хозяин Хачемзиев, кстати, аул Хачемзиев, хозяин Хачемзиев, встретил нас радушно, ведь гостеприимство традиционная черта Кавказца. Он подошел вплотную к нам, и когда отец стал слезать с лошади, придержал его за правое остремя. Ну, это известные обычаи, да. Знак особого уважения к почетному гостю. Нас пригласили в Кунацкую, комнату для гостей. Ну, здесь посреди пустой стакли стоял круглый маленький столик, словно детский, написал он, да. И маленькие скамеечки, на которых нас и усадили. Сам хозяин остался стоять. Стояли подпирая стены другие черкесы, заполнившие саклю, то ли из любопытства, то ли ради декорации. Потом они, ну, потом мы ели читлик. Читлик, да. Вот, очень острый, там все горело, там потом он чем-то запивал и как бы заполнил на всю жизнь. Как я и говорил раньше, черкесомания была папиной слабостью. Вот она что. То есть, черкесомания у кубанских казаков была и дальше, и, как говорится, прогрессировала. Вот. И у нас была не редкость увидеть гостей из какого-либо аула. То есть, папа точно так же радушно, папа черкесоман, принимал адыгов к себе. Причем как, вот принимал, интересно. Через нашу станицу Келермескую проходил главный шлях. Большая широкая дорога на Майкоп, по которой летом гнали табуны, там, на пастбище, за белую и так далее. Благодаря. Да. А Майкоп был меккой для горцев. Там была их школа, горский суд, который посещался чуть ли не каждым горцем. Впрочем, как бы, вот поэтому и часто в нашем доме, наш дом стоял возле дороги этой, можно было видеть спешащих вот в эту черкесскую мекку, в Майкоп, всадников или наоборот, едущих домой. И все, кто мало-мальски знал отца, задерживался по пути, сворачивал в наш двор, где мог заночевать. То есть, для них была кунацкая. Если еще было светло, ловилась курица, и ее резал гость. Так как, исполняя законы Магомеда, черкесы не ели мясо животных и птиц, которых не резали сами. Ну, понятно, там надо молитву определенную сказать перед детям и так далее. В противном случае, если, ну, не было возможности, гости угощали вареными яйцами, сыром, маслом, чаем с вареньем и так далее. Важно. Ничего свиного, конечно, не было на столе. Впрочем, и мой отец был в этом отношении магометанином. Поэтому обычаю подчинялась вся наша семья. То есть, говорит, что такое свинина, я не знал. Кубанский казак, будущий знаменитый летчик Вячеслав Ткачев говорил, у нас папа был такой черкесоман, что как-то мы свинину не ели. Вот так вот. Ну, чтобы лишний раз, видимо, не напрягать гостей, которые приезжали к нему часто практически всегда. А в наше время черкесомана на меня называют еще удивленными. Ну, ладно. И вот если развивать тему черкесомании или, по-другому говоря, азиатской болезни, то я в свое время написал статью, которая так и называется. Азиатская болезнь кубанского казака Федора Ивановича Елисеева. Там, в принципе, о том же самом. Что, да, теперь уже получается маленький казачонок из станицы Кавказской, Федя Елисеев, заболел азиатизмом. Азиатской болезнью. Причем с раннего детства. Вот как он об этом писал. Интерес к азиатчине зародился в раннем детстве. Во время учебы в станичном двухклассном училище. Именно там, в первом отделении, ну, там учились с 10-5 лет, то есть там, как бы, курс делился на две части, вот это первое отделение. Ему встретился новый ученик, черкес Корбеч, из Хакуриновского аула Майкопского отдела. Его богатый отец был большой кунак деда Мазанова, ну, то есть одного казака, уважаемого старого станицы, по какой-то интимной лошадиной стезе. Ну, может и воровали вместе, бывает. У которого Корбеч жил во время учебы в станичном училище. Так это ж отолычество. То есть, отолычество, когда черкеса, маленького мальчика отправили в русскую станицу, чтобы он пожил в семье кубанского казака. Зачем? Чтобы выучил русский язык и вошел вот в это культурное поле. И вот, значит, как Федя Елисеев описал первую встречу с ним. Я удивился этому, ну, Корбеч увидел, боялся его и думал, что при близкой встрече с ним он может меня больно ударить или даже полосануть кинжалом. Вот такой дикий, да. И кого же было мое удивление, когда этот Корбеч, плохо говоря по-русски, на все вопросы к нему кого-либо, весело улыбался во все свои большие белые зубы и никого не бил. А когда два старших ученика предложили ему побороться, то Корбеч вновь скромно улыбался и никак не хотел драться ни с кем. Ну, правда, что случилось, не знаю, но потом он все-таки схватился с одним из них, со Сломовым, но в один миг положил на землю. Когда вышел следующий сильный такой, ну, уже подросток Озеров, не казак, но учился в этом училище, вот, опять с ним схватиться, Черкесов уговорили вновь и он схватился с Озеровым. Вот так его бросил через голову, что-то его подняли и унесли куда-то. У него оказалась сильно вывихнута нога. Корбеч пробыл у нас только год. Его потом встретил потом, когда уже был офицером, Харунжем в Хакуриновском ауле в 1913 году. То есть вот так маленький мальчик-казачонок Федя Елисеев впервые увидел черкесский мир, скажем так, перед ним открылся. Что было дальше? Ну, как я сказал, следующая встреча с Азиатским миром, ну, в принципе, по жизни все время была, но вот следующее. У Федора Елисеева случилось за пределами станицы Кавказской во время его поездки в город Майкоп, куда он поехал поступать в Майкопское техническое училище имени императора Александра Третьего. Когда вот у телега Мажара с тремя казачатами и их родителями остановилась на ночлег возле Хакуриновского аула Майкопского отдела. Что он пишет? Никогда я не забуду того чарующего впечатления, какое произвел аул на меня. В этот аул, в его обитателе, со временем, друзья причислили и меня, когда я стал молодым офицером и увлекался азиатизмом, от которого и теперь не отстал. И на вопрос, друзья, какого ты аула, я всегда отвечал, Хакуриновского. То есть Федор Елисеев был черкесом из Хакуриновского аула. Со временем я был так и прозван, азиат из Хакуриновского аула. Вот так вот. Точнее азиат. Азиат. Да. Боязнь черкеса в станицах была еще тогда жива. Я их не раз видывал у себя в станице с табунами лошадей, когда они прибывали к нам по-мирному, но тут-то мы приближались к их постоянным жилищам. Я любовался видом аула, буквально не отрываясь. Вот, например, идут два юноши черкеса. Один в отличном бешмете, в красных чавяках. Ага, тогда очень. Да. Кто-то из знатных. В маленькой папахе. А другой в разодранном бешмете и папахе, в старых чавяках. Но оба в отличных, с вызолочкой поясах. Ну, культ оружия. Да. Черкес в красных чавяках выглядел интеллигентно. Он подставил спутнику ногу и ловко бросил его на землю. Но они так играли, шутили, боролись между собой. Вот так вот. Прибыв в город Майкоп в училище, в толпе поступающих в него мальчиков с родителями, Федя Елисеев разглядывал до десятка черкесов в дорогом, с вызолочкой оружии, длинных чуть ли не до пят черкесках. Кстати, в середине XIX века черкески были по колено. То есть, они удлинились потом туда, к концу XIX века. Суровые, рослые и воинственные видом, рядом с ними мальчики-черкесы. Словно волчата поглядывают на всех из-под лобья своими черными глазами. Мальчики их тоже были одеты в бешметы, при кинжалах, в чавяках, расшитых голуном. В мужской кавказской одежде единственная вещь, которую украшали, это чавяки. Ну и ноговицы. Остальные детали одежды подчеркнуто скромные. То есть, самое красивое в кавказском мужчине это его обувь и оружие. Уже поступив в училище, Федя дружил сильно с черкесами. Мне они очень нравились своей стройностью и внешностью лица. Дружил я и с осетинами. Осетин я любил за их непревзойденную лесгинку, физическую силу и ловкость. Меня они тоже любили. От них я впервые научился их лесгинки и заразился духом азиатизма, не ослабевшего нисколько и теперь. Иногда я даже говорил черкесам, что на их месте я никогда бы не учился, опас бы табуну лошадей, полуразбойничал бы, щаверял бы формой одежды, оружием, лошадьми и вообще был бы свободный черкес. Я был помешан на черкесах, на кинжалах, на чавяках, на лесгинке, ну и на осетинских войлочных шляпах. То есть вот что такое черкесомания, ну это так назвал Ткачев, да? А Федор Елисеев назвал это азиатизм, азиатская болезнь. Прошли годы и Федор Елисеев стал офицером 1-го кавказского казачьего полка, кубанского казачьего войска. И в 1913 году оказался в Хакуриновском ауле снова. Там для прибывших гостей сделали свадьбу, но мы-то знаем, что это свадьба, свадьба, это праздник. То есть праздник, он заключается в том, что собирается молодежь, пьет пиво, ест баранину, танцует лесгинку и без конца стреляет из револьверов. Что-то мне это напоминает из пальбы казаков, да? Вот. На лесгинке меня молодого хорунжила, ну это типа лейтенанта, они приглашают на каждую лесгинку. И когда я делаю па на пальцах, на когтях танцуют, как положено черкесу, да, то под ноги несутся частые выстрелы черкесов и несется громкая уря! Ура! Вот. И черкешенка-гармонистка Зара оказалась лучшей танцовщицей. То есть, как часто бывает в этой адыгской среде, на гармошках играют девушки и женщины. И вот гармонистка Зара, ну может быть Зарема тогда сказать можно, да? Да, она, значит, и танцовщица оказалась прекрасная, и на гармошке играла замечательно. И вот постоянно его тянули танцевать, танцевать, танцевать. Вопрос, чем это могло кончиться? Чем-то, видимо, кончится. Итак, на третий вечер мы идем в гости к брату, лучшей танцовщице-гармонистке, то есть к Заре. Меня неизменно продолжает приглашать на лесгинку гармонистка. Ну мы веселимся, танцуем, и вдруг брат гармонистки заговорил. Все его внимательно слушают. Он не знает адыгского нормально. Федор Ельсеев такой, что происходит? Младший Меритуков, один из братьев, у кого он гостевал и с кеми был знаком, улыбается и смотрит на меня. Говоривший умолк, то есть брат гармонистки, и активно смотрит на переводчика Меритукова. Тот молчит. Ну, как-то засмучался, наверное. Что он говорил? Спрашиваю я друга. То есть о чем вообще был разговор? Что брат Зары говорил? Этот отвечает. Ты, Федя, прими это в шутку. Он хочет, чтобы ты женился на его сестре. И тут не выдерживает этот брат, перебивает Меритукова и говорит. Давай сто рублей. Бери, мой сестра, сейчас бери. И испытывающий смотрит на меня. Мне стало очень неловко. Я же такого оборота танцев никак не ожидал. Ну приглашаю, приглашаю. Я танцую, танцую. Я стою и молчу. Опешив от неожиданности. Не знаю. Ну как на это реагировать, чтобы не огорчить никого? Ведь я никакого повода не давал к такому обороту дела. И танцевал с ней только по ее личному приглашению. Она совершенно не говорит по-русски. Я не знаю адыгского языка до такой степени, чтобы хорошо. И своих чувств мы друг другу никак не могли передать. Даже если бы они и были. То есть такое замешательство. Тут брат продолжает. Что? Много? Кричит брат. Давай 50. И бери сестра сейчас. Нетерпеливо, как заядлый парышник восхлицает он. Словно боясь, что покупатель может уйти. Все черкесы смотрят на меня испытывающе. Ну типа ожидая, что я соглашусь, естественно. Как и моя невеста Зара, явно в ожидании благоприятного ответа. То есть она Федю уже полюбила. За такого отличного танцора Лизгинки. Надо было действовать. И действовать коротко, определенно. Магаджири. Это вот одного из братьев Меридуковых так звали. Скажи им, моим дорогим кунакам, что я русский офицер. И мы по закону не можем жениться без разрешения своего белого царя. И это разрешение надо долго ждать. Кстати, действительно, по закону офицер мог жениться, только имея от роду 23 года. Его, на тот момент, было 21. Ну к тому же у него была уже невеста в Оренбурге, где он учился. В училище казачьем. Мой друг Магаджири Меридуков, отлично зная нравы своего народа, говорил им что-то очень долго. Все внимательно слушали. Невеста, кавычек, невеста Зара, совершенно без смущения, стояла среди подруг, бросала на меня порою очень влюбленные взгляды. Ну мы же знаем, что это такое, это уже, ну, верх, верх, что только можно было себе позволить. Ура! Вдруг закричал брат Зары, и все потянулись чокаться со мной, и веселье продолжилось в том же духе. Но моя невеста, как теперь ее все называли, стала более откровенно смотреть мне в глаза. Пирушка эта закончилась перед рассветом. Ну то есть, получается, Магаджири Меридуков объяснил, что Федор не может сейчас жениться, извините, обождите. Но сам по себе факт, насколько вот сейчас вот эта тема смешанных браков воспринимается и вот в той культуре. Вот пример, когда кубанский казак из Линейца Федор Елисеев до такой степени был принят адыгским обществом, что без вопросов хотели выдать за него замуж черкешенку. Причем одну из лучших девушек в Ауле, то есть гармонистка, танцовщица, красавица, комсомолка, отличница и просто хороший человек. И, кстати, вот интересный факт Елисеев пишет. Должен подчеркнуть, что черкесы пьют скромно. И за три дня подобных весельей все были в нормальном состоянии. У них было важно присутствие в пирушке, но ни отнюдь не интерес к еде и в особенности к напиткам, что запрещает Коран. То есть там пиво только пили, и то так, умеренно. То есть ни о каких других алкоголях вообще речи не шло. На следующее утро меня провожали, мы уезжали. Собралась вновь молодежь. К нам в комнату вошли только девушки. Сестра братьев Меритуковых, чисто говорившая по-русски, скромно подходит и протягивает ноговицы и чевяки черного софьяна, тонкой, расшитой кавказским голуном. «Это вам от меня», – тихо говорит она с улыбкой. «Как? Почему?» – неудоуменно спрашиваю я. Ну, Федор в смысле. «У нас так полагается. Дорогому гостю давать подарок от девушек», – поясняет она и добавляет. «Братья мои об этом знают». Из-за спины выходит моя невеста Зара и с улыбкой дает что-то завернутое в тонкую бумагу. Разворачиваю, вижу дивный револьверный шнур ручной работы, вязанный шелковыми золотыми нитками. Ну, это вот на шее, вот сюда вот шелк, рукоятки, чтобы не потерялось, да? Следующая преподносит такой же шнурок для часов. Ну, девушка. «Когда ж вы это все успели сделать?» – спрашиваю. «Мы торопились днем все это сделать к вашему отъезду», – отвечает она. «Я в ответ щедро даю им денег на конфеты». Ну, чем же еще могу их отблагодарить, да. Вот так вот, вот такая азиатская болезнь, вот такая черкесомания в среде кубанских казаков. Продолжение следует...